Вечер добрый Всем здравствуйте! Добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Сегодня вторая часть прямого эфира и у меня сегодня три большие темы. Это будет образовательная лекция, поэтому рекомендую всем, кто хочет справиться с тревожными невротическими расстройствами, понять причину, послушать. Я постараюсь сохранить в копии эту трансляцию, потому что очень много вопросов люди задают. И чтобы не отвечать постоянно на одно и то же, я хотел бы, чтобы этот эфир пересмотрели. Он будет доступен как минимум сутки, но надеюсь, что у меня получится его сохранить. И потом мы его выложим в канал Телеграм, для того, чтобы вы смогли повторять. Значит, темы сегодняшнего эфира, их три. Сначала мы будем говорить о причинах невротических расстройств. Очень понравился подкаст моим слушателям по поводу мужских и женских причин в личной сфере. Вот я сегодня расскажу о дополнительных сферах, о том, как возникают невротические расстройства. Затем я расскажу про управление эмоциями, несколько таких простых, но фундаментальных упражнений. И затем будет одна дополнительная тема, которую тоже я буду делать скоро пост и аудиоподкаст. Но сегодня, если я успею, я тоже ее буду освещать. Спасибо вам большое, что вы в столь поздний относительно час в эфире. Рад вас всех, хоть и не видеть, но вижу, что вас много. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Значит, все собрались, кто хотел, я думаю, да? 300 человек будет достаточно. Значит, давайте пока мы ждем опоздавших. Может быть, какие-то общие вопросы вы пока в чат накидаете. Пока мы в ожидании всех, кто хочет посмотреть эфир. Будет сегодня очень полезно и интересно, причем как начинающим, скажем так, людям, которые только-только меня нашли. Кто-то им меня порекомендовал. Ну, давайте тогда я, наверное, коротко о себе расскажу. Если вы первый раз меня вообще смотрите и вы только недавно читаете мой Инстаграм. Может быть, недавно вы следите за моим Телеграм-каналом и за Ютьюбом. Я вас всех приветствую еще раз. Меня зовут Алексей. Я более 11 лет занимаюсь тревожными невротическими расстройствами. Случилось таким образом, что в 2006 году, когда я работал в ресторанах, я сам столкнулся с паническими атаками. Но тогда еще мало кто знал о этой терминологии. И я не имел возможности, которые имеете сегодня вы. То есть у меня не было никаких Ютьюб-блогеров, не было никаких Инстаграм-блогеров. Вообще слово блогер в 2006 году отсутствовало по определению. И мне пришлось самому искать возможность справиться с этими странными приступами, справиться с этим странным состоянием. Я думал, что я такой один. И я нашел для себя определенные механизмы, которые мне помогли. Я стал вести блог в Одноклассниках в 2008 году. Сейчас его уже нету. Я отвечал несколько лет абсолютно бесплатно в Одноклассниках о том, как справиться с паническими атаками, что такое неврозы, почему они возникают и так далее. Потом я устал и в 2011 году решил записать несколько видеолекций и поместил их на Ютьюб. Тогда тоже еще никаких блогов в Ютьюбе не было. И мой видеоблог, который называется «Невроза мегаполиса», стал первым в российском Ютьюбе, который стал снимать видео по этому поводу. Ну и в общем-то потом, я изначально думал, что все на этом и закончится, но потом один ролик, второй, третий, четвертый, пятый. Ну и в общем до сих пор я этим занимаюсь. Потом я прошел профильное образование, переподготовки и начал развиваться в этой профессии, уволился с основной работы и стал уже как специалист непосредственно заниматься этим. Сегодня я занимаюсь как невротическими расстройствами, так и в целом эмоциональным интеллектом, который занимается профилактикой невротических расстройств. Раз. Утилизацией невротических расстройств. Два. Обучает людей управлять своими эмоциями и обучает людей понимать эмоции других. Нам это нужно для того, чтобы решение принимать более здраво, для того, чтобы не впадать в эмоциональное истощение, выгорание, для того, чтобы выстраивать свои результаты, выстраивать свою жизнь, основанную не на эмоциональных порывах, не на каких-то розовых очках, а на объективности, прагматичности, научности, то, что мы называем фактами. Ну в общем, вот. Это так коротко. Ну что, все собрались? Значит, давайте сегодня тогда начнем с новичков, да, или с тех, кто страдает тревожным невротическим расстройством. Значит, берите ручки, записывайте. Во-первых, начнем с того, почему у людей с невротическими расстройствами возникают всевозможные страхи за здоровье, сердца, сосуды, онкология, всевозможные прочие фантазии приходят им в голову, да, и почему возникают такие странные физиологические ощущения. Во-первых, давайте начнем с того, что почему вам врачи при обследовании не ставят каких-то конкретных диагнозов. Это было бы равносильно, если бы вы попросили врача поставить вам диагноз, например, сердечный диагноз, да, сосудистый диагноз или какой-то еще диагноз, если бы вас замерили тогда, когда вы сдаете экзамен, который для вас объективно важен. Если бы мы прикрепили к вам прибор и измерили показатели вашей вегетативной нервной системы, мы бы с вами увидели синусовую тахикардию, мы бы увидели скачки артериального давления от низкого до высокого, мы бы увидели значительное потоотделение, мы бы увидели значительную перистальтику кишечника, мы бы увидели огромное количество вегетативных состояний, но вы на них не концентрируетесь, да, когда вы сдаете экзамен, когда вы водите машину, когда вы с кем-то поругались. Для вас эти физиологические явления не являются полем вашего внимания, потому что поле вашего внимания целиком и полностью сосредоточено на ссоре с человеком, на экзамене, на какой-то конкретной ситуации. Но на самом деле, когда у человека возникает тревожное состояние, у него ощущения с точки зрения физиологии и их проявления абсолютно идентичны, тревоги на экзамене, ссори с человеком, тревоги перед каким-то важным событием, да, проблема невротических расстройств заключается в том, что мы не отдаем себе в этом отчет, как на экзамене. На экзамене мы говорим, я нервничаю, поэтому у меня вот такая физиологическая история. Вам не до концентрации на этом. Это первое. Второе, во время экзамена, как бы вы не тревожились, у вас нет расстройства невротического. Все это понимают. Да, есть. Это не психосоматика абсолютно. Это не психосоматика, и надо себя путать. У вас нет тревожного расстройства, поэтому какая бы у вас ни была физиология тревоги перед экзаменом, вы все равно не концентрируетесь на этом, понимаете? Вот это надо понять. Итак, первое. Давайте запишем или подытожим, что физиология тревожного расстройства, она абсолютно здоровая с точки зрения физиологии любых эмоциональных состояний, понимаете? Более того, если мы возьмем тот же самый прибор и подключим вас к этому прибору, когда вы испытываете положительные, позитивные эмоции, радости, долгая встреча, покупка чего-то и так далее, вы увидите абсолютно те же показатели, только никто чего-то не боится умереть от радости, понимаете? У вас та же синусовая тахикардия от радости, у вас та же пересталитика кишечника от радости, у вас та же тоже потоотделение от радости, у вас также колеблется артериальное давление от радости, только вы этому значение тоже не придаёте, потому что, опять же, у вас есть фокус внимания на объекте радости раз, и у вас нет невротического расстройства два. Это всем понятно? Поэтому первое, что надо для себя понять, что физиология невротических расстройств не является никакой физиологической проблемой. И всё, что мы начинаем в себе ощущать, прислушиваться и концентрироваться, задаваться вопросом, а что это такое, это совершенно другая вещь. Теперь второе пишем, циферка 2. Почему у человека возникают тревожные сомнения во время невротических расстройств? Вот теперь внимание. Как мы уже с вами изучили выше, во время экзамена, во время радости и прочее, мы не концентрируемся раз, и у нас нет расстройства два. Поэтому мы на этом не фиксируемся. Понервничали, сдали сессию, закончили. Вот. Когда у человека возникает невротическое расстройство, оно возникает задолго до того, когда мы начинаем ощущать наши телесные, вегетативные проявления эмоционального состояния. Оно начинается за несколько месяцев, ещё до этой вегетативной свистопляски. Связано оно с конкретными сферами вашей жизни, которым вы, в отличие от экзамена, не придаёте значимого импульса, не придаёте значения, не придаёте никакого значения этим событиям. Ну, как бы, вроде как они есть, а вроде как их нет. Но потом, спустя какое-то время, организм начинает вам об этом сигнализировать, потому что вы всё больше и больше погружаетесь в эмоциональное состояние. Это и называется невротическое расстройство. Это примерно можно сравнить с тем же самым экзаменом. Представьте себе ситуацию. Пожалуйста, плюсик ставим, кто меня понимает. Что у вас сессия сверхсерьёзная, но она постоянно. Но при этом вы не знаете, что у вас сессия. Плюсик сейчас поставьте, кто понимает этот пример. Представьте себе, как бы выглядела ваша физиология, если бы вы были бы несколько месяцев подряд в состоянии сдачи тревожной сессии, но при этом вы не понимали, что вы сдаёте сессию. Вот вам то, что с вами происходит. Поняли все? Тахикардия, дисфункция, состояние тревоги, нарушенный аппетит, нарушенный сон, нарушенное общее состояние. Но поскольку вы не знаете, что вы сдаёте сессию в таком ключе, да, эксперимента, вы первое, что вы начинаете говорить, блядь, что со мной? Вы же не знаете, что вы сессию сдаёте. Вы видите только вот эту непонятную штуку. И вот этот вопрос, что со мной, не находит ответа. Это первое. Ясно? Второе. Когда у человека образуется повышенное количество тревоги, по поводу которого он не отдаёт себе отчёт, он начинает пытаться как-то материализовать эти сомнения. Понимаете? И он начинает пытаться найти для себя чёткое понимание. «А может это? А может это? А может это? А может это? А может это?» Он пытается хоть как-то материализовать то, почему ему так хреново. И вот так рождается ипохондрическая симптоматика. Потому что основная причина находится вне вашего осознания, как и экзамен, который вы не осознаёте, да, например, из эксперимента, который я привёл вам выше. Но физиология вы ощущаете, вы начинаете думать, «А может это? А может это? А может это? А может это? А может это?» Это важно понимать. Третье. Причина, которая лежит в базовой тревоге, которую мы экспериментально назвали постоянной сдачей сессии, за мои 11 лет, в принципе, можно разделить на несколько пунктов, которые я предлагаю вам всем сейчас взять ручки и записать. Потому что если вы не придёте на 18 сезон, вы об этом ни хрена больше не узнаете. Поэтому рекомендую вам прямо сейчас взять ручки и написать раз, два, три, четыре, пять, шесть сфер, в которых вам надо понять, что где-то в этих сферах есть та самая «сессия», в кавычках, да, которую вы не осознаёте, которая вызывает у вас базовое напряжение. А уже потом вы начинаете придумывать себе истории, что бы это могло быть. Всем это понятно? Пишем. Первая сфера – личная сфера. Что такое личная сфера? Личная сфера – это взаимодействие с парнем, с девушкой, с мужем и женой. Это, например, ощущение, что вы хотите расстаться, но вы не можете расстаться, потому что у вас убеждение, что это неправильно. Или вы хотите расстаться, но вы понимаете, что лучше типа вы не найдёте. Или вы хотите расстаться, но что скажут родственники. Или, например, вы полюбили другого или другую, и вы не знаете, как разрыть этот любовный треугольник. Или вы пообещали, но передумали. Там множество, может быть, вариантов, поэтому думайте по поводу личной сферы. У меня есть отдельный подкаст в Телеграме по этому поводу. Вторая сфера – профессиональная. Что здесь? Профессиональная сфера – это слишком большое придание значения успехам на работе, успехам в бизнесе, провалам в бизнесе, увольнением, подсиживанию. Вы слишком хотите реализоваться, но вы не можете реализоваться, или вам не дают реализоваться. Вы слишком сильно хотите произвести впечатление на подчиненных, или слишком хотите показаться хорошим руководителем, но у вас что-то не получается, кто-то вам мешает, или вас не оценивают по заслугам, или вы вынуждены работать там, где вам не нравится по тем или иным причинам. Тоже думайте в этом ключе. Третья сфера. Я ее называю несамостоятельность. Описать эту сферу можно следующим образом. Девочка или мальчик абсолютно не умеет жить без родителей. Девочка или мальчик абсолютно не умеет жить без мамы, папы, мужа или девушки. И как только человек либо вырастает, или как только человек начинает приближаться к самостоятельности, или мальчик, или мама, папа умирают, или его или ее бросает мужчина или женщина, они начинают чувствовать ту самую тревогу несамостоятельности, потому что без мужа, без мамы, без папы мы не умеем. Тоже думайте в этой сфере. Четвертая сфера. Это сфера, которую я называю зависимостью. Это касается отдельной классификации, когда мы зависимы от чего-либо и не можем соскочить. То есть мы зависимы от мужа, который нам тошен, и мы не можем уйти. Мы зависимы от каких-то прочих, например, рабочих или каких-то юридических факторов, и мы не можем соскочить. Например, у меня был клиент, у которого он не мог развестись с женой, потому что он занимает определенный пост, и это абсолютно не там уместно, скажем так, в этой среде. В общем, все, что связано с зависимостями, где вы попадаете в ситуацию, где вы не можете выйти из этой истории. Следующая сфера, я ее называю сферой внутренних конфликтов, или сфера отсутствия принятия решений. Туда может быть попадать и личное, и профессиональное, да, но смысл внутреннего конфликта заключается в том, что вы боретесь между своей одной частью, которая говорит, я хочу, например, Колю, а вторая ваша часть говорит, я Колю не хочу. Или, например, вы говорите, я хочу уйти, и я хочу остаться одновременно. Или вы говорите, я хочу и на елку сесть, и попу не уколоть. То есть вы начинаете противоречить сами себе, вы начинаете профанировать собственные решения, вы начинаете внутренне суетиться, потому что вы не можете принять решение, вы не можете принять решение с девушкой, вы не можете принять решение с мужчиной, вы не можете принять решение с какими-то другими вопросами. Это все затягивается, поднимается тревога. И последняя сфера, которую я бы отдельно тоже выделил, я ее называю сфера а-ля безвыходность. Когда вы трактуете ситуации, как будто все, Лелик, мы все погибли, умирая приказ. То есть вы попадаете в какую-то жизненную ситуацию, которую трактуете как безвыходную, которую трактуете как нерешаемую, которую трактуете как все, пипец, больше значит я не смогу, все, жизнь закончена. Это может быть, что кто-то вас бросил, вас уволили, это может быть смерть чья-то, это может быть переезд, это может быть увольнение опять же, да. Вы трактуете, что все, пипец, больше не получится ничего. Итак, я подытожу. Личная, профессиональная, несамостоятельность, зависимость, решение, отсутствие и трактовка как безвыходности. Смотрите себя в этих сферах и понимайте, что все консультации в невротической плоскости, если мы не говорим про рассказ о том, что вы не умрете от сердца, от сосудов, о том, что это все пройдет, это все отдельная тематика, да. Именно в этих сферах так или иначе находится та сессия, которую вы постоянно в кавычках сдаете и вы не придаете внимания этим обстоятельствам, но на выхлопе чувствуете только тревогу. Плюс их ставим, кто это понял. Ребята, это вам бесплатная информация, за которую вы бы заплатили охеренные деньги у моих коллег, если бы вообще она у вас была. То есть, если бы вы нашли человека, который бы вам об этом сказал, то вы бы заплатили много денег. Вы сюда пришли для того, чтобы получать ее бесплатно. Я понимаю, конечно, что многие из вас охуели в конец и считаете, что вам должны все дать бесплатно. Так вот, я вам это даю. Потому что если бы мне в 2006 году кто-нибудь, блядь, про это рассказал, то, наверное, мы бы с вами никогда не познакомились. Мне бы не пришлось самому все это изучать на своей, как говорится, на своем хвосте, понимаете? Все это опробировать, пробовать, блядь, тестировать и так далее. Вам это все достается на халяву. А вы еще умудряете выебываться, понимаете, по этому поводу. Блядь, что-то вы мне ссылку, блядь, не прислали. Где найти видео от панических атак? Какое из видео надо посмотреть на вашем канале? Ну, что, блядь, сука, рук нету с глазами, что ли, или так далее. Значит, по сферам понятно. Тут есть дополнительный вопрос по поводу сумасшествия, по поводу шизофрении. И я хочу на него отдельно ответить, потому что действительно много людей думают, что у них все, что с ними происходит, да, все, что я писал выше. Один из эпохондрических таких моментов – это страх сойти с ума и страх заболеть шизофренией. Это точно такая же иррациональная идея, которая призвана материализовать вот эту внутреннюю тревогу. Все это понимают. Но здесь есть один нюанс. Запоминайте, бесплатно опять вам подсказка. Страх заболеть шизофренией и страх сойти с ума возникает только у тех пациентов, которые очень сильно боятся выйти за рамки социальных норм и правил. Проще говоря, это мальчики и девочки, которые в базовой причине, о которых я вам перечислил, личная, профессиональная, самостоятельная, зависимость, решение и безвыходность, где-то там слишком сильная нормативность. Поэтому страх сойти с ума – для них метафора, как они будут осужденные родственниками, как они будут осужденные близкими, как они не достигнут результатов и все пойдет коту под хвост. Проще говоря, страх заболеть шизофренией и сойти с ума развивается именно у тех в виде такой декомпенсации, которые так сильно боятся публично накосячить, которые так сильно боятся подвести родственников, которые так сильно боятся социального осуждения, которые так сильно боятся произвести негативное впечатление на людей в целом или не оправдать ожидания близких. Следующее, что хочу вам сказать, пока не вылетело из головы. Терапия тревожных расстройств делится на несколько этапов. Записывайте. Первый этап – образовательный. Вы должны понять, что все, что вся физиология, которая с вами происходит, не является болезнью, а является эмоциональным проявлением, телесным проявлением эмоциональных состояний. Надеюсь, все это поняли. Второе. Вы должны четко понять сферу вашей жизни, в которой происходит какая-то непонятка внутри самой себя. И третье. Вы должны научиться управлять своими эмоциями и решать эти конкретные сферы в этих конкретных обстоятельствах. Пока не решите, пока не разрулите, пока не примете решение, пока не встанете на ноги, пока не измените в этих сферах свое отношение, решение, поведение и многие другие личностные качества, ваша тревога будет находиться вне поля вашего осознания. Это понятно? Ладно, супер, идем дальше. Второе. Про эмоциональный интеллект. Хочу вам дать два упражнения. Это уже следующий уровень для тех, кто справился с этими базовыми вещами, с паническими атаками, с этими вещами. Это уже следующий уровень для моих клиентов, скажем так. Парочка упражнений из управления эмоциями. Первое упражнение, которое я называю китайская заварка. Китайская заварка. Почему я назвал это упражнение китайская заварка? Запомните одно правило. Вы когда завариваете хороший китайский чай, вы знаете, что первый пролив, так называемый, сливаю. То есть вы берете чай, проливаете через него воду, сливаете, выливаете, и только второй, третий и последующие проливы вы употребляете в пищу. Так вот, с эмоциями мы должны руководствоваться правилом первой заварки. То есть вы, любые ваши импульсивные реакции, любые ваши импульсивные решения потянулись к клавиатуре, открыли рот что-то сказать, что-то сделать. То есть у вас должно возникнуть правило, что любая первая реакция, она априори сливается. Она не говорится, она не делается, она не выражается. Первая реакция априори сливается, понимаете? То есть она не идет в работу. Чтобы слить эту первую реакцию, вам необходимо выдержать паузу. Я это называю пауза, умноженная на ноль. Когда вы испытываете вот эту первую заварку, первую эмоциональную реакцию, и вы сознательно говорите, эту первую реакцию я не буду применять в жизни, отвлекаетесь на какую-то физиологическую штуку. Например, вы можете отвлечься на какие-то объекты, вы можете отвлечься на какие-то другие дела. Вы можете сказать, я об этом буду думать через час, через два, завтра, через 15 минут. Делайте все, что угодно. Но главное вам выдержать паузу для того, чтобы первую заварку эмоциональную слить. И я вам гарантирую, что в 80% случаев через час, два, три ваше размышление по этому поводу, ваши тезисы по этому поводу будут уже совершенно в другой форме. Будут уже совершенно в другой эмоциональной и словесной поведенческой окраске. А если бы вы выразили свою первую автоматическую реакцию сразу, то вы бы, скорее всего, в 80% случаев пожалели бы. Всем это понятно? Супер. Ну и третья тема, которую я сегодня хотел на эфире вам пояснить, это некоторая правда. Но перед тем, как мы к правде к этой перейдем, давайте еще раз вернемся к невротическим расстройствам. Всем понятно то, о чем я сегодня рассказывал. О том, что такое базовая тревога, в каких сферах жизни она реально кроется, о том, что вегетососудистая дистония – это просто термин, который говорит о том, что у человека есть какие-то обстоятельства жизни, по которым он тревожится, но он их не осознает, а приходит он только с физиологией тревоги. Поэтому вас и не лечат, потому что это невозможно лечить. Второй тезис, запоминайте, что все ваши эпохондрические сомнения – это попытка объяснить самому себе, что с вами происходит. Второе упражнение – это пауза, умноженная на ноль. Это попытка объяснить, что с вами происходит. Третье. Лечить всевозможные домыслы о том, что с вами происходит, также бесполезно. Поэтому большинство людей имеет такую глупую концепцию о том, что невроз не лечится, что это странная болезнь, что это ВСД. Нет никакого ВСД. Это просто, например, какая-то… Как только вы видите человека с ВСД, с неврозом и с паническими атаками, вы в 100% случаев попадете правильно. Если вы скажете «Зайка, у тебя не ВСД, у тебя в какой-то сфере жизни есть какие-то эмоциональные с собой несостыковки, которые затянулись, и по этому поводу ты беспокоишься, но ты не понимаешь в какой сфере. Тебе надо понять в какой сфере и разрулить». Вот что очень важно. Надеюсь, я очень четко и внятно вам это объяснил. А люди мечутся, понимаете, они мечутся месяцами, они пытаются исследовать это, пытаются, потому что они пытаются применить это физиологически к соматическим болезням. Неврозы – это не соматические болезни. Неврозы – это функциональное проявление тревожного состояния. Ну и последняя тема, которую я сегодня хотел вам объяснить из области правды эмоционального интеллекта. Все вы знаете, что есть тренинги по продажам. Все вы знаете, что есть тренинги по мотивации. Все вы знаете про это, правда же? Например, сидит там, например, руководитель отдела продаж и говорит, надо поднять продажи, надо своих продавцов на тренинг по продажам привезти. Или сидит такой собственник ресторана и говорит, мне нужно улучшить сервис. Сейчас я, значит, всех поведу на тренинг по улучшению сервиса. Или, например, вы говорите, мне нужен тренинг, который мне даст мотивацию. Значит, дорогие мои, давайте, поскольку вы в школе эмоционального интеллекта, мы с вами будем честны, да, друг с другом, окей? И вот я вам, как специалист 11-летней практики, хочу сказать, что это полная херня. Объясню почему. У каждого человека есть определенные склонности. И эти склонности связаны с его склонностью физиологии. Эти склонности связаны со многими другими факторами. Например, ребенок может иметь склонность видеть форму и цвета определенным образом. Ребенок может иметь склонность к определенному музыкальному слуху. Ребенок может иметь склонность к определенным другим вещам. Математика, считать, изучать естествознание или тонкие какие-то науки и так далее. Это склонности. Первое, что надо понимать, что основная задача родителей, это не дрочить ребенка, как хочет мама и папа. А это дать ребенку всевозможную палитру возможностей попробовать разное. Дайте ему, сука, краски, пластилин, музыкальные инструменты, математику, шахмату, химию, физику, медицину, юриспруденцию. Дайте ребенку попробовать разные сферы. И он увидит сам. И вы увидите, к чему у него есть склонности. И это развивайте. Потому что самое страшное в жизни человека, это когда у ребенка есть склонности физиологические к каким-то наукам или каким-то родам деятельности, а вы его тащите в хоккей, потому что папа хотел стать хоккеистом. Или у ребенка есть другие склонности, другие таланты, а мама его тащит, блядь, в музыкальную школу, потому что мама хотела играть на скрипке. Вот это полное мракобесие. Из этого я хочу сделать следующий вывод. Запомните, невозможно человека научить быть хорошим продавцом, если у него нет к этому склонности. И я уверен, что если здесь почти 600 человек в прямом эфире, кто-то занимается продажами, то вы знаете, что какие бы вы тренинги по продажам не посещали, невозможно научить продавать, если у вас нет к этому склонности. Невозможно. У нас там какая-нибудь баба Люся на рынке, не проходя никакие тренинги, продаст вам творог, блядь, сметану, сыр и еще сосиски в придачу, понимаете? Потому что она талантливый продавец по натуре. Но если с ней стоит Зина, у которой нет такого таланта, она никогда не научится быть хорошим продавцом. То же самое касается сервиса. Есть люди, которые склонны к сервису. Они чувствуют обслуживание, они чувствуют клиента, они чувствуют людей по-другому. И их не надо этому учить. Вы не можете научить человека тому, чего у него нет внутри. Поймите это. То же самое касается мотивации. Это самое смешное. Когда вы хотите жрать, вам не нужно посмотреть видео со словами, как захотеть жрать. Понимаете? Потому что у вас есть потребность. Так вот, чтобы у вас была мотивация, у вас должна быть потребность. Не путайте потребность с желанием. Все вы хотите хорошо жить. Правда? Это ваше желание. Но потребности на самом деле нет. Я объясню почему. Чтобы добиться результата, нужно, чтобы у вас ваша потребность хорошо жить была настолько внутренней и настолько базовой, что все шаги по отношению к этой цели и дискомфорты должны быть меньше, чем эта потребность. Вот это надо понимать. Невозможно. Поэтому, когда ко мне приходят люди и задают вопрос, как захотеть-хотеть, вы можете себе представить человека, который сидит в полной жопе невротического расстройства и говорит, как захотеть-хотеть принять решение. Как захотеть-хотеть встать и пойти в спортзал, как захотеть-хотеть что-то делать, но это полная чушь и самообман. Правда заключается в том, что мотивация это термин для людей, которые уже добились каких-то результатов и им надо совершить прорыв. Вот тут термин мотивация уместен. У них уже есть там, не знаю, миллион долларов. Он говорит, блядь, я, сука, хочу пять. Он идет к профессиональному коучу, который загружает его профессиональными схемами так, чтобы он из миллиона сделал пять. А не когда у вас полная жопа, и вы такие, как захотеть вылезти из жопы. Вообще, представляете себе эту метафору? Как захотеть вылезти из жопы? Как захотеть-хотеть преодолеть сложности? Что это вообще за мракобесие? Понимаете? И вот этим пользуются. Почему? Потребность в хороших продавцах есть? Есть. На вас зарабатывают. Потребность в хорошем сервисе есть? Есть. На вас зарабатывают. Потребность этих имбецилов, мотивации, как захотеть-хотеть есть? Есть. На вас зарабатывают. Поймите вы правду, невозможно научить осла курить сигару. Если вы действительно испытываете потребность добиться результата, у вас не встанет вопрос, как захотеть добиться результата. Вы будете ночью просыпаться и писать какие-то схемы, вы будете просыпаться и идти, потому что это ваша потребность. Вы когда ссать ночью хотите, вы просыпаетесь и говорите, как захотеть пойти в туалет. То у вас есть такая потребность. Вас обманывают про мотивацию, на вас просто зарабатывают. Вот это надо понимать. И последний такой небольшой бонус для людей, страдающих невротическим расстройством. Есть две категории клиентов. Слушайте сейчас очень внимательно. Первая категория клиентов, которые испытывают невротическое расстройство. Внимание сейчас, пожалуйста, не отвлекайтесь в чат. Я вас очень прошу, это очень важно. Первая категория клиентов, которые испытывают невротические расстройства. И они у меня просят какую-то методику. Панические атаки, неврозы, управление эмоциями. Они приходят ко мне, получают эту методику, вгрызаются в методику, добиваются результата и мы с ними прощаемся. А есть вторая категория клиентов, которые страдают невротическими расстройствами, приходят ко мне, я им даю схемы. Они эти схемы не применяют по одной простой причине. Внимание! Они хотят просто пиздеть с человеком, который даст им поддержку. Им не нужна на самом деле схема избавления. Им нужна поддержка, им нужно внимание, им нужна забота, им нужно сочувствие. Они поэтому и заболели, потому что поддержки, внимания, сочувствия, сострадания им не хватает. И они подменяют понятие. Они пытаются жаловаться как бы на расстройство, но на самом деле они не применяют технологию, потому что они хотят пиздеть про свою проблему. Они просто хотят, чтобы им отвечали. Им просто надо с кем-то посоветоваться. Поэтому все эти паблики, социальные сети, это прекрасная маркетинговая ловушка, потому что там люди получают свое. Они получают внимание, они получают сострадание, они получают поддержку, они получают заботу. И поэтому у них упражнения не получаются. Поэтому они упражнения не делают. Поэтому им страшно якобы делать упражнения. Но пишут они мне, сука, регулярно, каждый день. А я не умру от этого. А я точно не умру. А скажите мне, пожалуйста, а я точно это? А поговорите со мной. А попиздите со мной. А пожалуйста, успокойте меня. Это запрос на поддержку. Это не запрос на терапию. И такие люди очень часто попадают в ловушку псевдо-дебилов, блять, которые от психологии, которые говорят, ой, ебать, так человеку поддержка нужна. И начинается вот это по скайпу, хуяйпу терапия якобы. На самом деле человеку действительно становится легче. Какой хороший психолог. Но на самом деле психолог просто оказывает поддержку. Он не занимается неврозом, он не занимается расстройством, он не занимается эмоциональным интеллектом. Он просто оказывает потребность человеку, которая была подменена под симптоматику. Вот и все. И еще раз. Есть две категории клиентов. Они испытывают невротическую проблему, получают технологию, вгрузаются в технологию, добиваются быстрых результатов. Есть вторая категория клиентов, которые испытывают невротическую проблему, потому что им не хватает внимания, поддержки, заботы, сострадания, полизать шоколадный глаз, попиздеть с кем-то о своей проблеме и так далее. Поэтому они не применяют технологию. Они не делают упражнения, придумывая все всевозможные отмазки, почему они не делают. Но они очень любят пиздеть о своей проблеме, потому что их главная задача потрындить о том, как им плохо, получая поддержку, заботу и внимание. Вот вам и вся правда про вас и ваше расстройство. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта. Я скоро возвращаюсь, и мы продолжаем. У нас впереди большой курс по манипуляциям. Рекомендую всем прийти на курс по манипуляциям, если вы еще не записались. Там уже почти 300 человек. Я надеюсь, что ты туда тоже придешь. Второе. У нас будет большой вебинар по социальным страхам и коммуникациям. Третье. У нас будет большой мужской интенсив в феврале. И в начале марта стартует 18 сезон Школы эмоционального интеллекта. Именно там будет рассказана технология управления эмоциями. Я надеюсь, вам сегодняшний эфир понравился. Я постарался сделать его максимально полезным, плотно упакованным. Я рад, что вы пришли. Вас почти 600 человек. Надеюсь, вам понравилось. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и Хамовиде не прощается с вами. Доброй ночи. Спасибо. Применяйте. До свидания. Спасибо, ребят. Благодарю.